Ее иммунная система это все не выдержала. Она попала в больницу и в то время сильно преследовали их семью, так как эта семья была верующая, она дочка служителя. И врачи получили указание от ГМБ не лечить ее, а просто ее списали, отправили домой. И вот эти многие годы прогрессировать стала эта болезнь, потому что ей не оказали нужного лечения. И сестра Таня, она вот только с Божьей помощью, с Его милостью здесь, на этом месте, вы можете представить, с 21 года, вот так вот, так тяжелая болезнь, сестра Таня. Вот в течение этого времени вы можете засвидетельствовать, как вы чувствовали руку Божию. Я постоянно на всех путях моих я чувствовала куполь. Когда, после этой болезни, ну, когда я болела, и когда мне уже выписали на работу все, и наше мероприятие. Это было для меня сильным стрессом, и когда даже на пол прошли эти трехлые листы, после того, что началось еще сильнее голение, мы не имели возможности. Я не имела возможности, они их собрали. И однажды, уже проходило время, несколько лет, и мой брат, Петя, я с другим братом его повезли, меня вздолгунул, чтобы помолиться за исцеление. Когда брата не было дома еще, и мы ждали, он приходит, ну, откуда друзья, да, в Танцовской области, все. Он нас не знал, я говорю, ну, давайте помолимся. А перед тем, буквально, это была суббота, а в четверг, я просто не могла бы держать, я не могла бы сейчас держать, я была бы одна. И дома нашего тоже мало кто приходил, я просто говорила, господи, я не приношу тебе никакой пользы, я даже вообще чуть-чуть недовольствую. Я говорю, забери меня отсюда, держи, достаточно насыделый сын, и какая-то толстная жизнь, забери меня. И вот, буквально, этот брат приходит, на коленях ко мне. Я говорю, а готова ли пойти туда, куда просишь? Это, я подумала, в четверг, я говорила, одна в доме, а вот в субботу этот брат ничего не знает, и через его откровение ко мне. Готова ли войти туда, куда просишь? Может ли сейчас воспринять небо? Новая земля приютомляет, но не время еще счастье ныне, а время еще сражаться, побеждать и молить, какой нормальный. Его меру и трясу, и не хочу, не хочу, дать тебе рекомендовать. Как многим годовам его удастся мне, я услышу мою любовь. Когда ты сказала, не хочу так жить ночью, если нет сердца. И знаете, после того я все время, до того я все время собиралась в муравь. Надо было восемьдесят шестой год. И я решила, не только я сама собиралась в муравь, но мне часто говорили, ты умрешь, ты наверно в общем не там, позаботься, что было все нормально. Маме говорили, ну так, приготовьте что-нибудь, какую-то одежду, все. Но с тех пор я перестала думать о том, что я в муравь и решила довериться Богу. И прошло время. И время, что все время я жила только милости на Божьем. Три раза мне пришлось быть в кризисном состоянии, что врачи мне давали горать. Я была в кризисе, переживала раз в Украине, два раза в Америке. Я была в журнале 36 часов, два раза, чуть меньше. И прошло время. И я дожила до себя час. Ну что я буду с тобой? Но вы какого-то милости? Засвидетельствуйте, как вам Бог явил милость. Вы были на тяжелых предназонах, это лекарства, которые вообще разрушают организм. Они противовоспалительные, но их нельзя принимать более 3-4 лет. А вы его принимали в течение 20 лет. И потом просто вы верой получили исцеление. И от этого уже не принимаете. Когда я приехала в Америку, мне дали установить, что я там 11 лет принимала предназон, 20 грамм. Мне там говорили, каждый день. Я приехала сюда, и доктора мне сказали, что мы будем снижать себя. Они-то снижали, что 5 миллиграммов. И потом я встретила там, один доктор говорит, ну как твои дела насчет премизона. Я говорю, ну как, уже 5 миллиграмм. А он говорит, ну я думаю, я хочу, думаю, что может ошибюсь, но мне кажется, ты останешься пожизненным на этих 5 миллиграмм. Ну и у нас в церкви, это в 2001 году, была такая молитва за исцеление раз в месяц. Я каждый раз выходила на эту молитву и пришла к своей доктору, значит, но я пойду, я ее попросила, выпишите мне. Потому что было, у меня было 5 миллиграмм, целая таблетка. Я говорю, выпишите мне, что было по 1 миллиграмм. Она говорит, знаешь, не рискуй, твое тело прыгло к этому и не нахуй. Я говорю, ну выру, не выпишите. Она говорит, ну ладно. И я каждую молитву, каждую разуме из всех снижала под мой миллиграмм. Прошло время, остался только 1 миллиграмм. Как-то я перестала принимать, у меня все сжало, у меня организм стало плохо себя чувствовать. И когда была эта молитва, у меня был один миллиграмм, как раз брат Витя Гебедев говорил, «Прохорец, разве нет бальзама в глади?» Она меня так коснулась, я вышла на эту молитву. Когда я пришла домой, я так посмотрела, он где-то говорит, бросил. Утром я проснулась, я не чувствовала никакого изменения в теле, я чувствовала себя нормально, как я приняла. И так я пришла к доктору, она говорит, возродите шкатяга на тварь и алюминия. Другая доктор мне сказала, молодец, поздравляю тебя, все хорошо, не принимай. Это было так, а потом, вот буквально три года назад, мне сделали францинобедвек и после этой операции выяснилось, что мне, ну, скажу прямо в смысле, это инфекцию, бактерию, степен кальшин. Мне делали всякие антибиотики, что надо их, это и капельницы, насилы и все так далее. И вот я, дали мне потом, уже как закаливались капельницы, мне дали два вида антибиотиков, которые должны мне, как бы, их пожить, меня должны их как бы принимать. Ну вот, и алюмия, просто как-то мне неприятно, и у них было, я просто перестала их снимать. Прошла на обвоке к доктору, это прошло год, он говорит, ну как ты, я говорю, я вот, он с вами назвал, антибиотики я не принимаю. Он говорит, как, ты себя чувствуешь нормально, у тебя нет, ну, никакого осложнения. Я говорю, ну, как видите, нет, стал анализом, хотя у меня там, как бы, ну, еще есть проблема с этим, как бы, но никакого осложнения у меня не было. И я согласна от них, они, эти антибиотики, прихожу на встречу, он опять к ним, он спрашивает, ну, а как, я говорю, доктор, можно я буду, как бы, периодически не принимать этих антибиотиков? Он говорит, ну, если ты без того антибиотика осталась в таком состоянии, как ты есть, то эти можешь спокойно снимать. Ну, и уже прошло вот 6 месяцев, я возник и остановилась принимать, и я чувствую себя Богом. Слава Богу! Слава Богу! Мы очень благодарны Богу, что Господь давляет милость, и мы видим, сколько мы за вас молились, а Господь отвечал, сколько ран у вас было открытых, они заживлялись. Слава Богу! Слава Богу! Мы благодарны Богу! Пусть вас Бог благословит! Слава Богу!